В эфире новости спорта, подготовленной агентством Тюменская арена. В студии Иван Лобов. Здравствуйте! Сборная России по мини-футболу с тремя игроками нашего клуба в составе завершила выступление на турнире в Словакии. Во втором матче команда Сергея Скоровича играла с Ираном. Матч начался кошмарно. Азиаты уже на первой минуте дважды поразили ворота тюменского воспитанника Георгия Замтарадзе. Впрочем, российских игроков такой дебют не смутил. Они положение выправили достаточно быстро. А к исходу первого тайма и вовсе были впереди. 4-3. Но вторая половина осталась за иранцами. Развязка наступила за три секунды до конца при счете 4-4. Касан Заде точным ударом принес победу своей команде, оформив хитрик. Иван Миломанов и Сергей Абрамович записали в свой актив по одной результативной передаче. Андрей Соколов на площадку не выходил. Министерство спорта России подвело итоги национальной спортивной премии за 2018 год. В номинации «Лучшая спортивная школа» была представлена Ошор Луизы Носковой. Именно она и стала победителем. Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону имени Носковой Тюменской области. Существует данный центр всего 5 лет, но уже воспитал многих победителей и призеров престижных международных стартов. В том числе трехкратного призера Олимпиады 2018 лыжника Дениса Спецова. Эмоции переполняют, честно скажу. И я безмерно счастлива, что наше учреждение стало лауреатом номинации. Я надеюсь, вот все те, кто голосовал, я думаю, они дали душу. И то вот желание, которое, наверное, у нас было победить, оно заведило вас. И я хочу сказать всем огромное спасибо. Нашему учреждению всего 5 лет, и мы за это время сделали многое. Ну, наверное, благодаря, прежде всего, того, что в нашей Тюменской области создана прекрасная система подготовки спортивного резерва. И я надеюсь, что мы и дальше будем также такую планку держать. В номинации «Лучший спортсмен» долгое время опроса на сайте министерства лидировал наш лыжник Александр Большунов. Но в итоге триумфатором назвали другого героя Олимпиады в Хёнчхане Павла Дацука, легендарного капитана хоккейной сборной России, победивший на играх в Южной Корее. Хоккеисты Рубина впервые в сезоне не смогли отличиться в матче первенства ВХЛ. Сибиряки в поединке против вице-чемпионов лиги из клуба «Сканева» нанесли 32 броска в створ-ворот. Однако голкипер питерцев Никита Богданов после игры отправился пить чай заслуженным бубликом. Уже в стартовом отрезке он ликвидировал несколько опаснейших моментов. В частности, выиграл дуэль у форварда тюменцев Владимира Короткого. Были близки к успеху Денис Ячменев и Антон Рехтин. Но красный свет зажечь им так и не удалось. Зато сделал это нападающий гостей Иван Ларичев, который опередил как тюменских защитников, так и Игоря Тяло. Но реализовать желанное в действительное у Рубиновых не получилось. Вторая 20-минутка, впрочем, как и третья, прошла с давлением хозяев. И порой даже Богданов был не в силах помочь. Однако в эти моменты на стороне армейцев оказывалась элементарная фортуна. А вот хозяева могли только хвататься за голову. Конечно, жаль тяжелого матча соперника идет на лидирующих позициях в таблице. Много контратак пропускаем. Сейчас в конце подсели опять нас закрыли в зоне, поэтому надо работать, чтобы тогда выиграем. Точку в матче питерцы поставили за минуту до финальной сирены. Альберт Конозов поразил уже пустые ворота сибиряков. Впрочем, стрелять в пианистов рука не поднимется. Играть они умеют, но силы не безграничны. Что тут можно сказать, так, констатацию факта. 11 дней, пятая игра, мы одним составом играем. То есть силы не беспредельны, отсюда все эти ошибки. И вот вроде бы и ворота пустые, вроде бы надо забить. Все это от усталости. Впереди сибиряков ожидает долгая игровая, но не тренировочная пауза. Следующую встречу команда проведет против ХК Тамбов 13 декабря. К этому моменту в клубе должен появиться ряд новых хоккеистов. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как всегда, можете узнать на нашем сайте asnta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин